Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» отвечаем на присланные вами вопросы. Пришел вопрос, который лично мне кажется очень важным и очень актуальным. «Хочу часто причащаться, но практика вычитывания последования к опричащению напоминает мне какой-то шаблон, выдуманный людьми. Это какая-то каторга. Пока прочитаешь, потеряешь спокойствие в душе. Неужели нельзя одну минуту поговорить с Богом от всего сердца и потом идти причащаться? Очень хороший вопрос. Ну, позвольте, дорогие друзья, мы сейчас постараемся на этот вопрос с Божьей помощью ответить и коснемся в том числе и с шаблонов. Что это такое и применительно ли к последованию, к молитвенному правилу, канонам такое сравнение с шаблоном. Вы помните, что Господь наш Иисус Христос неоднократно говорил о Царстве Божьем в притчах. Например, говорит, Царствие Божие подобно неводу, закинутому в море, который берет рыб разного рода. Или подобно зерну горчичному, которое сеется и потом вырастает и становится большим древом, и птицы небесные укрываются ветвью. Или Царство Небесное подобно человеку-царю, который призвал работников своих и дал им таланты и так далее. Господь приводил простые и наглядные примеры и в притчах, потому что притчи – это такая форма изложения идеи. Давайте мы постараемся с вами, дорогие друзья, кому интересно задуматься над этим актуальным вопросом, предложим вам такое сравнение. Представьте себе, что парень и девушка полюбили друг друга. В состоянии влюбленности, такого внутреннего восторга, они начинают общаться. Молодой человек, естественно, предлагает ей вместе пойти погулять, посидеть в кафе, какие-то знаки внимания оказывает, дарит ей цветы. А девушка ему говорит, слушай, дорогой, я тебя люблю по-настоящему, давай мы откажемся от всех вот этих шаблонов, придуманных людьми. Потому что ходить вместе, гулять, вот эти комплименты, дарить цветы, какие-то знаки внимания – это все придумано людьми. Это придумано людьми в силу их какого-то вот такого культурного, так сказать, недоразвитости. Но у нас-то с тобой, давай у нас с тобой будет, мы люди 21 века, давай у нас будет настоящая любовь. Давай будем с тобой общаться одну минуту в сутки, но зато я буду с тобой общаться от всего сердца. А дальше остальное время будем проводить, ну, я буду самой собой, так как мне естественно, ты будь самим собой, занимайся своими делами, можно даже не обязательно встречаться, мы можем хотя бы по телефону, одну минуту в сутки мы будем общаться, но зато от всего сердца. Я думаю, этого достаточно. Этого вполне хватит и тебе, и мне. Главное, ты запомнишь, что ты у меня в сердце, и пусть я буду у тебя в сердце. А общаться нам хватит, одну минуту. Как вы думаете, дорогие друзья? Вспомните себя в период молодости, в период влюбленности. Как лично вы думаете, дорогие друзья, кто сейчас будет слушать эту беседу? Как долго будут общаться такие молодые люди? И как сейчас современным языком говорят отношения? Есть ли у таких отношений какая-то перспектива? Есть ли надежда, что при таком формате отношений или любви эти молодые люди смогут когда-нибудь создать семью? Вот как лично вы думаете? У святителя Николая Севского есть в одном миссионерском письме такое интересное наблюдение, когда одного старца на святой земле пришли к нему двое молодых людей и спрашивали его, как спастись. Взирая на его аскетическую жизнь, очень суровую, они говорили, «Отче, мы не можем жить так, как живешь ты, но все-таки нам хочется спастись». Со слезами этот старец сказал им, «И не должны вы жить так и я, как я. но если вы хотите спастись, постарайтесь веровать Бога хотя бы так, как вы веруете в людей. Постарайтесь надеяться на Бога хотя бы так, как вы надеетесь на людей. Постарайтесь благодарить Бога хотя бы так, как вы благодарите людей. И постарайтесь любить Бога хотя бы так, как вы любите людей». Вот давайте задумаемся, дорогие друзья. Святой апостол Иоанн Богослов в своем первом послании в 4 главе, в 19 стихе говорит следующие слова «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Бог прежде возлюбил нас. Господь нас возлюбил настолько, что, как сказано в Евангелии от Иоанна, что так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И от Бога, который так возлюбил людей, Бога, который стал ради нас человеком, который все сделал для нашего спасения, и даже в таинстве Евхалистии нам предлагает снять свое причистое тело и кровь, чтобы мы, вкушая их, соединялись духовно, душевно и телесно с Ним. И вот если мы свою любовь к Нему проявляем тем, что один раз, допустим, в сутки или, допустим, один раз в неделю помолимся от всей души всего лишь одну минуту. Молитвенное правило – это шаблоны, это все придумано людьми. Если это на самом деле любовь к Богу, почему суетными делами, например, просмотром телевизора, а сейчас еще более популярно интернета, мы можем заниматься длительное время и не чувствуем неусталости, не чувствуем утомления, нам это не надъедает, а почитать молитвенное правило, которое составлено, кстати, святыми отцами церкви. По поводу шаблона буквально хочется несколько слов. На самом деле думать, что молитвенное правило – это некий шаблон, так могут рассуждать люди, которые плохо знают Священное Писание, плохо знают и Новый Завет, и совершенно точно плохо знают Ветхий Завет. Потому что все и заповеди Божии, изложенные в Ветхом Завете, равно как и в Новом, они, вот если на них посмотреть вот так вот внимательно, это все напоминает действия по шаблому. Вот обратите внимание на слова святого апостола Павла из послания к Коринфянам. Что говорит святой апостол Павел? Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 15 стих. «Ибо хотя у вас тысячи наставников о Христе, но немного отцов, я, – говорит апостол Павел, – родил вас во Христе Иисусе благовествованием, посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Он говорит, подражайте мне. Он не говорит, я родил вас благоствованием, а теперь, ну, изводьте жить свободно, да, вы свободные люди, хотите – подражайте, хотите – живите так, хотите – так. Нет, он говорит, я вас родил благоствованием, поэтому умоляю, подражайте мне, как я Христу. Разве это не шаблон? Он обращает внимание на свою жизнь и говорит, подражайте мне. Вот в другом месте, в послании к Галатам, тот же святой апостол Павел говорит следующее. Итак, открываем первое послание к Галатам, первая глава, восьмой стих. Здесь еще более категорично и еще более шаблонно. «Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Как прежде мы сказали, так и теперь еще раз говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Смотрите, опять-таки шаблон. Если кто-то что-то будет благовествовать не так, как мы, пусть будет анафема, даже если это ангел с неба. Насчет молитвенного последования, насчет вот этих молитвословий, святитель Василий Великий, я сейчас своими словами воспроизведу, говорит, а, кстати, святитель Василий Великий, равно как и святитель Иоанн Златоуст, является одним из составителей божественной литургии. И он говорит, что достаточно было бы слова из Священного Писания, слова самого Господа, «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя, сие едите в мои воспоминания». Можно было бы оставить литургией, но святым отцам, просвещенным духом, святым угодно было дополнить, дополнить это молитвенными воздыханиями, то есть молитвенными последованиями. И вообще молитвенное правило, в частности, чтение трех канонов и последование к его причащению, это как бы восполнение недостающей части суточного круга богослужений. Если в условиях монастыря и живя в ритме молитвенной жизни, в течение суточного круга люди все эти молитвенные последования исполняли, то для миллион, живущих, в общем-то, в социуме, живущих в совершенно другом режиме жизни, молитвенное правило помогает внутренне настроиться на то, как бы свою внутреннюю ум и сердце настроить на то, чтобы сподобиться, причаститься святых христовых тайн неосужденно, чтобы это было именно во спасение души, не во осуждение, в прощение грехов. И вот еще раз хочется обратить ваше внимание, дорогие друзья, кому это интересно, кто слушает. Мы начали с примера, как молодой человек и девушка любят друг друга. Согласитесь, неуместным покажется, если девушка предложит молодому человеку, давай мы будем общаться всего лишь одну минуту в сутки, и этого для тебя достаточно. Еще более неуместно, если мы хотим соединиться с любящим Богом, с Богом, как сказано в Священном Писании, который первый возлюбил нас. Но для этого, скажем, Господи, нам достаточно одной минуты с тобой пообщаться. Остальное – это уже человеческие шаблоны. Разве не очевидно, дорогие друзья, вот вспомните каждый из себя, период влюбленности. Когда ты любишь кого-то, то тебе хочется больше узнать о любимом. Тебе хочется почаще встречаться. Тебе хочется общаться с любимым человеком. И общение с любимым человеком не утомляет. И даже когда возникают периоды разлуки, хотя период разлуки с любимым человеком может быть коротким по времени, но он кажется очень продолжительным. Почему? Потому что мы любим человека, и нам хочется быть с ним. Так вот, если бы мы постарались любить Бога для начала, я подчеркиваю это слово, хотя бы так, как мы любим людей, разве бы мы задавали такой вопрос? Зачем молитвенные правила? Это все шаблоны, придуманные людьми. Сделайте сами вывод, дорогие друзья. Ведь вы же свободные люди и призваны к свободе. Подумайте, пожалуйста, над этим. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.